Семь этапов от теории к практике. Командам-участницам на соревнованиях нелегко. Здесь приходится сталкиваться как со штатными заданиями из ежедневной работы, так и разбираться с ЧП. Самарским энергетикам в сложной борьбе удается показать лучший результат и достойно представить свою страну. Конечно, некоторые виды изменились, этапы некоторые полностью поменяли. Допустим, в 2017 году был больше удар на технику, на производство. В этом же году соревнования практически все этапы имеют работу на высоте, за исключением тушения пожара. Это, собственно, самая такая изюминка, наверное, этих соревнований. Самарским энергетикам позади удалось оставить семь команд. Это коллективы из стран СНГ. Сейчас победители международных соревнований профмастерства вернулись к своей повседневной работе. В течение 2019 года им удалось сделать многое. Капитальный ремонт турбин Самарской и Тольяттинской ТЭЦ, подключение к сетям здания касационного суда в областном центре, модернизация энергообъектов в Самаре и Алексеевском районе региона. И это только малая часть достижений уходящего года. Планы на 2020-й не менее серьезные. Тема ближайшего будущего – это продолжение работы с обманутыми дольщиками, когда мы будем заниматься работой по подключению сетей и земельных участков, которые выделяются для индивидуальной жилой застройки. Не менее важная задача – вот эксплуатацию в Волжском районе Самарской области крупной энергетической подстанции с уровнем мощности 110 кВт. В Самаре же одним из самых крупных проектов для энергетиков станет освоение территорий вокруг стадиона «Самара-Арена» в рамках развития наследия ЧМ-2018. Там планируется открыть несколько новых объектов – общественных и спортивных, и каждому из них потребуются качественные инженерные сети. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Курилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Продолжение следует...